здравствуйте друзья у нас такой вопрос я бы сказал несколько может быть искусственно задаваемые но вот человек измеряет состоятельность или как бы успешность может быть жизни и миграции вот через дом в котором живет семья и он говорит вот допустим два человека там он их называет моими выпускниками но пусть они будут моими выпускниками они стали тестировать программное обеспечение в америке а до этого были там неважно уже кем вот эти люди спрашивает он если они в средненько так ну обычные усредненные такие два человека соответственно что-то зарабатывают вот каким будет их первый дом как скоро они его купят и за какую цену и в каком доме они будут жить через 10 лет и тут конечно чтобы отвечать на такой вопрос надо делать очень много допущений всевозможных потому что вариантов очень очень много возможного развития с точки зрения денег если они работают в кремниевой долине и даже если они уехали куда-то по деньгам это не сильно скажется они допустим вдвоем считайте что через два года они допустим получают давно не знаю 180 что 170 175 что они могут купить из жилья зависит от того сколько у них денег было с собой если они например продали квартиру я не знаю где в москве там в минске я где-то где-то продали квартиру и у них собой есть 200 тысяч это одна история потому что у них уже есть деньги на down payment они могут купить жилье практически имея там полтора-два года опыта работы потому что банк когда им деньги дает взаимы он хочет убедиться что люди стабильны в профессии поэтому если у тебя есть там допустим 200 тысяч так и банк тебе еще одолжит там не знаю при зарплате 175 считайте что вы можете одолжить 3-4 зарплаты грубо я не хочу лезть в детали этого дела 3-4 зарплаты грязных поэтому ну считайте что они могут одолжить там 600 тысяч даже ну 500 500 пусть будет 500 если у них 200 есть и 500 они могут одолжить дальше вот они могут купить что-то за 700 тысяч за 700 тысяч в самом крутом месте они вряд ли что-то купят но что-то купят вот они могут купить таунхаус они могут купить и дом тоже если чуть-чуть отъехать вот у самого центра до силиконовой долины день сонозе там особенно южные сонозе шикарно могут там за за 700 тысяч купить и домик и это будет не обязательно маленький домик и это будет не обязательно старенький домик вот мы недавно на канале я показывал домик за 700 тысяч там землей особо там не было особо земли но домик был в идее в изумительном состоянии вид прекрасно из окна и недалеко поэтому тут все-таки живет несколько миллионов человек тут есть жилье есть из чего выбрать вот вот это может быть их первой недвижимостью но очень часто люди покупают не дом например квартиру это можно купить намного дешевле можно купить квартиру там за 300 там 350 400 тысяч можно купить таунхаус и так далее вот это будет и же через 10 лет мама родная это же зависит от того в какой момент они начали вот я могу сказать что ребята которые у нас начинали в 90 там четвертом пятом шестом те дома которые они покупали тогда люди покупали почти сразу вот были такие новички приехали полгода бах пошли купили то но полгода поработали и эти дома дорожали они удваивались в цене там допустим за пять лет такое происходило поэтому трудно сказать значит зависит от того в какой момент это все началось если эти десять лет пришлись на момент от пика который падал и и падал и потом упал а потом может быть даже начал чуток подниматься то можно сказать что они может быть даже и в деньгах потеряли если наоборот произошло если они пришли когда был спад вот допустим как если год назад полтора два назад то сможешь через пять лет там они может уже наварили там 400 500 на своем доме поэтому так и так уж нельзя сказать но это кремниевая долина если они зарабатывая свои там 170 тысяч переехали еще куда-то пусть они даже там будет 150 тысяч через два года но и они переехали куда-то например все этого в лос-анджелес в дэнвер в чикаго я уже не говорю там про такие места как я не знаю там флорида где это совсем все дешево да они живут во дворце они живут во дворце 2 флориде вот и значит у них есть абсолютно на все еще недорого платят за это поэтому вот такой наверное ответ будет я бы конечно сказал что за 10 лет в тем более если это молодые ребята то совершенно не обязательно чтобы они были там тестерами все эти десять лет может они там через пару лет ушли бы во что-то более накрученная вот поэтому я не знаю но как как мог так ответил вот вариантов много счастливо